Глубоко уважаемые коллеги, поскольку мы говорим об эволюции лекарств лечения и этот год, я вот в своем докладе, поскольку всего 15 минут, решила ограничить с 2018 годом не трогать вторую линию плоскоклеточного рака головы и шеи, где мы понимаем, что мы назначаем неволумумаб, независимо от педиэлиэкспрессии, а для пемпорализумаба все-таки нам крайне важно наличие определения педиэлиэкспрессии. В целом, наверное, когда мы говорим в эру прецизионной терапии, особенно для рака головы и шеи, нам важно знать и HPV статус, и педиэлиэкспрессии. Это значимо расширяет наши диагностические, то есть наши лекарственные возможности. А сейчас я остановлюсь буквально в такой вот введении. Да, мы знаем, что вот уже для второй линии пемпорализумаба неволумумаба одобрены в качестве второй линии. И вот более высокая экспрессия педиэлиэкспрессии ассоциирована с увеличением эффективности. Именно это важно для пемпорализумаба. Ну и, конечно, для комбинаторной партнёровки в комбинации с антипедиэлингибитором может рассматриваться и химиотерапия, которая не только разрушает саму опухоль, цитотоксическое воздействие, но и происходит высвобождение антигенов и способствует более быстрому развитию контроля над опухолей. И вот предвещая то исследование, вот если бы мы с вами были на ЭСМА, и вот тот дизайн, который будет представлен позже, вот вашему вниманию, вот вы эксперты, и вот представляется такая вот гипотеза, такие гипотетические схемы, которые могли бы быть применены в лечении. Пациент, пациент сохранный, без сопутствующей патологии. Вот первый вариант – это классическая схема цисплатин с 5-теруацилом, здесь может быть и карбоплотин, аук-5. Второй вариант – это пемпорализумаб 200 мг один раз в три недели. И третий вариант – это пемпорализумаб комбинации с цисплатином и 5-теруацилом в течение четырех дней один раз в три недели. Пожалуйста, запустите голосование и проголосуйте. Ну, на самом деле, я согласна со всеми, кто здесь голосовал, и, конечно же, не зная данных результатов исследования по первой линии, в первой линии у нас до настоящего момента официально на территории Российской Федерации, пока не зарегистрированы антипидиолингибиторы. Я бы, конечно же, проголосовала за первый вариант, он классический. А пемпорализумаб, вот с моей точки зрения, я бы все равно сказала, какая здесь пидиолекспрессия, и можем ли мы в вонорежиме назначать пемпорализумаб. И второй вариант – пемпорализумаб с химиотерапией. Тоже, опять-таки, я хотела бы узнать результаты. Поэтому я совершенно поддерживаю всех проголосовавших. И теперь вот я присутствовала на данной сессии. Это исследование было представлено в рамках президентского симпозиума, было оставлено под конец, был полный зал. И тот же шок, который мы испытали, когда были представлены, там был такой вот бокс, был показан, и вот такой нокаут, когда цитуксимаба вместе с лучевой терапией. То есть мы всегда думаем, что мы получаем что-то потрясающее, хотя хотим использовать вместе с лучевой терапией. Оказалось, 5-туроацил, и он эффективен, он же является еще и радиосенсибилизатором. И вот после этого исследования представляют как раз исследование Кейнот, третью фазу в первой линии применения пемпорализумаб у больных, местно рецидивирующим неоперабельным раком головы и шеи плоскоклеточным. Дизайн исследования, он интересный. Здесь уже упоминался экстрим, в первой линии применялся цитуксимаб в классическом режиме, в комбинации с карбоплатином, АУК-5 или цисплатин, с 5-туроацилом, 6 циклов, и дальше применялся цитуксимаб. Второй рукав – это пемпорализумаб в стандартной дозировке комбинации с химиотерапией, 6 циклов, и дальше продолжался пемпорализумаб до 35 видений в целом. Здесь, видите, как это даже мне понравилось, ограничивается количество видений, то есть уже люди стали задумываться, а есть ли предел, потому что мы понимаем не только финансовую токсичность, но мы должны понимать, какие мы, вот, Светлана Анатольевна, мне потрясающе понравилась эта идея черного ящика, то есть мы открываем, продолжая что-то, мы не понимаем, к чему мы, что мы получим, эффект бабочки. И третий рукав – это в монорежиме пемпорализумаб, 200 мг, один раз в три недели, максимум 35 видений. Да, здесь была стратификация в зависимости от PDL-экспрессии, изучался статус HPV, и статус больных были сохранны. Включались, безусловно, больные плоскоклеточным раком ротоглотки, полости рта, глотки и гортани, и, значит, что же… И вот еще самое важное, опять-таки, мы должны четко понимать, у кого мы получим наилучший ответ. Вот эта PDL-экспрессия сейчас, это, наверное, камень преткновения, даже сами специалисты, мы часто понимаем, да, сколько есть определенной методики, для каждого препарата свои методики. И вот сейчас предлагается несколько вариантов оценки. В частности, в этом исследовании уровень экспрессии PDL-экспрессия определялся на централизованном методом иммуногистохимии использования ДАК-антител. Использовались два параметра. Первый параметр – это число опухолевых клеток, имеющихся на поверхности PDL-экспрессии от общего числа опухолевых клеток. То есть, получается, те клетки, которые содержали PDL-экспрессию, соотносились с общим количеством, с общим пулом опухолевых клеток. И второй параметр – это число клеток, макрофагов, лимфоцитов и опухолевых клеток в PDL-экспрессии по отношению к общему числу опухолевых клеток, выраженное в процентах. Первичная точка. Вот представляете, какие смелые сразу заложили общую выживаемость. То есть, даже не выживаемость, и выживаемость без прогрессирования. Обычно мы даже по всем исследованиям первая точка – выживаемость без прогрессирования, потом только общая выживаемость, как вторичная точка. Уже заложен вот этот критерий соотношения клеток с PDL-экспрессией по отношению к общему количеству опухолевых клеток. И процент – более 20%, СПС и СПС – более 1%. Группы больных – это пемпролизумаб-1 по отношению к экстриму. Исследование экстрима – это все, что касается токсимаба. И пемпролизумаб – комбинация с химиотерапией по отношению к экстриму. Здесь пациенты соответствовали по основным критериям, включающие и курильщики, и некурильщики, HPV-вирус, PDL-экспрессия. И что мы получили? Мы будем рассматривать сразу две ветки. Условно, это исследование поделено на две части. Первая – в монорежиме пемпролизумаб по отношению к экстриму. И вторая ветка – пемпролизумаб плюс химиотерапия по отношению к экстриму. Мы рассматриваем ветку пепролизумаба в монорежиме. И что получилось? Общая выживаемость. Посмотрите, у пациентов, которые имели PDL-экспрессию, СПС более 20%, когда количество клеток, макрофагов, лимфоцитов и опухолевых клеток, имеющих PDL-экспрессию, к общему количеству опухолевых клеток более 20%, общая выживаемость увеличилась на 4,2 месяца. Но при этом, да, и вот общая выживаемость даже у пациентов, которые имели хотя бы более 1% вот этого показателя СПС, у них, да, увеличилась общая выживаемость, но меньше на 2%, но увеличилась, на 2 месяца, но увеличилась. Ой, извините. Так. Сейчас. Следующий. Но при этом интересно, что это никак не отразилось на выживаемости без прогрессирования и никак не отразилось на объективном ответе. Хотя те объективные ответы, которые достигались, Светлана Анатольевна уже говорила, интересный факт, они были значительно больше и продолжительнее. Вот этот вот факт, он как-то прослеживается на пациентах, которые получают антипедиингибиторы. Но это тоже понятно. Для цитоксимаба один спектр токсичности, для пемпролизумаба здесь совершенно другой спектр токсичности, не в этой аудитории мне о них рассказывать. Мы уже знаем, что здесь в одном случае это будут иммуноопосредованные эффекты, если мы говорим о пемпролизумабе, и они были значительно чаще в этом рукаве у этих пациентов. И, соответственно, пациенты, которые получали цитоксимаб, здесь совершенно своя токсичность и сыпь, и так далее, и так далее. И вывод, который делается, закономерный вывод, что пемпролизумаб значимо увеличивает общую выживаемость в монорежиме по сравнению с группой цитоксимаба, в том случае, если в монорежиме, если мы имеем экспрессию ПДЛ. И общая выживаемость будет выше, чем выше экспрессия ПДЛ. При этом пемпролизумаб имеет более благоприятный профиль безопасности, меньшая встречаемость нежелательных явлений любой степени, включая третью, четвертую, пятую степень, меньшая встречаемость нежелательных эффектов, приведших к прекращению терапии, ну и, соответственно, профиль был предсказуем. И на основании вот этого исследования делается вывод, что мы получили в этом году новую опцию монотерапии пемпролизумаба в качестве стандарта первой линии у больных, местно распространенным, неоперабельным, рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи при наличии экспрессии ПДЛ-1. И, пожалуйста, доставайте телефоны, попытайтесь опять зайти голосуем онлайн и выразить свое мнение в случае, мы сейчас говорим вот оптимальный вариант, да, как бы мы назначили лечение у пациента в первой линии метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи с ПДЛ-экспрессией, это будет химиотерапия, это будет иммунотерапия или это будет комбинированная терапия. Пожалуйста, голосуем. Ну, действительно, вот мы сейчас должны определяться вот с той прецизионной терапией. Понятно, что вот есть препараты, есть больные, но вот с каждым годом препаратов будет все больше, больше и больше. Пациентов, к сожалению, количество не уменьшится, и мы должны четко знать, вот какой препарат какому пациенту больше покажено. Ведь правильное лечение, правильному пациенту в правильное время. Я поддерживаю именно, как один из вариантов это. Пожалуйста, переключите презентацию. Так. Татьяна Юрьевна, извините, но здесь не было в опции, знаете, химиотерапия плюс токсимаб. Согласна, принимается. Но это я брала те результаты, которые задавались исследованием, хотя совершенно с вами полностью поддерживаю. Так, сейчас. И теперь мы рассматриваем, как я обещала, уже другую часть, другое исследование, под исследование комбинации... У вас три минуты. Да, я уложусь. Пемпролизумаба в комбинации с химиотерапией или цитоксимаб в комбинации с химиотерапией. Здесь оказалось, опять-таки, независимо от уровня PDL-экспрессия, вот интересно, да, для пемпролизумаба независимо от уровня PDL-экспрессии, в комбинации с химиотерапией пемпро увеличивал общую выживаемость по сравнению с группой цитоксимаба. И при этом, опять-таки, мы не видим значимых различий выживаемости без прогрессирования, но при сопоставимой выживаемости, все-таки 24-месячная выживаемость без прогрессирования была в два раза выше. Здесь, опять-таки, мы видим, что у пациентов, получающих пепролизумаб с химиотерапией, продолжительность, длительность ответов была значительно выше. И, опять-таки, нежелательные ифления зависели от того, что пациенты получали, либо это было иммуноопосредованное осложнение, если пациенты получали иммунотерапию, и, соответственно, свой спектр токсичности у пациентов, получающих цитоксимаб. И из тех иммуноопосредованных осложнений, ожидаемо выше, это были осложнения, связанные как с пневмонитом, это были колиты, и осложнения, связанные с щитовидной железой, либо гипофункция, либо, соответственно, гиперфункция. И вывод, который делается на основании второй ветки исследования, что да, пемпрополизумаб в комбинации с химиотерапией, независимо от уровня PDL-экспрессии, значимо улучшает общую выживаемость в общей популяции. Пемпрополизумаб в комбинации с химиотерапией имеет сопоставимый с режимом экстрим-профиль токсичности, схожая встречаемость нежелательных явлений в любой степени, третьей-четвертой степени отсутствия неожидаемой токсичности при применении пемпрополизумаба с химиотерапией. Но все-таки для иммуноопосредованной чаще встречались, но не то, что они действительно были характерны для группы пемпрополизумаба, и полученные данные поддерживают применение пемпрополизумаба в комбинации с химиотерапией в качестве нового стандарта первой линии терапии рецидивного или метастатического рака. И, пожалуйста, чтобы Светлана Анатольевна на меня не сердилась, быстренько голосуем. У меня осталось 31 секунда. Первая линия метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи без педиэлиэкспрессии. Три варианта ответа. Это химиотерапия, пемпрополизумаб в монорежиме, или комбинация пемпрополизумаба с химиотерапией. Пожалуйста, голосуем. Рутинная практика. Я согласна, но мы думаем в том идеальном варианте, когда у нас есть возможность назначить все препараты. Я полностью поддерживаю, что действительно в нашу клиническую практику вошел новый оптимальный стандарт лечения данной категории больных. Если у нас есть педиэлиэкспрессия, конечно же, для первой линии это пемпрополизумаб в монорежиме. Если же у нас независимо от педиэлиэкспрессии, мы добавление пемпрополизумаба с химиотерапией значимо увеличивают общую выживаемость, что для ряда препаратов и ряда локализаций недостижимо. Переключите, пожалуйста, презентацию. И я благодарю всех за внимание. И, конечно же, мы продолжим обсуждение всех данных тем на конгрессе «Белые ночи». Продолжение следует...